Всероссийский проект поможет сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Создать большую мультимедийную галерею предлагают всем жителям страны. Для этого нужно отправить фотографию своего героя и сведения о нем на сайт Министерства обороны или обратиться в местный военкомат. Через руки Людмилы Полоцкой проходит целая история человека, семьи, войны. Она занимается сбором информации о солдатах, которые проживали и живут в городе Искитимском районе. На фотографиях совсем молодые парни и девчонки, которые так и не вернулись с фронта. Есть и те, кто после войны продолжал работать на благо страны. Мы делаем такое хорошее дело, что помогаем, восстанавливаем, сохраняем память. Приятно все это делать. С другой стороны тяжело, потому что понимаешь, что люди в период прохождения службы во время войны испытывали какие-то трудности. Более тысячи фотографий и 16,5 тысяч историй, отправленные Искитимским военкоматом в Министерство обороны. Это те данные, которые хранились в архиве, а также то, что удалось собрать за год работы. Цель проекта – создать общую базу данных. Каждый снимок станет частью большой мозаичной картины. Мультимедийный музей создадут к 75-летию победы. На самом деле, на сегодняшний день он уже является ценным памятником истории народного подвига Великой Отечественной войне. Это будет всегда. То есть на сегодняшний день рассматривается размещение 30 миллионов сведений об участниках войны. То есть я, как понимаю, электронные данные. Сейчас идет большая работа. И думаю, что после 9 мая 2020 года данная работа уже будет продолжаться и мы будем принимать участие. Увековечить память участников Великой Отечественной, работников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда – еще одна цель большого проекта. Поэтому в военкомате надеются, что Искитимцы примут активное участие в акции «Дорога памяти». Искитимцы примут активное участие в акции «Дорога памяти».